Нам вменяется не только получение взятки, а и вспомогательство. То есть часть 5, значит 290 статья, наказание по которой от 7 до 12 лет. Вину признал полностью. Если бы была возможность в особом порядке, мы бы в особом порядке рассмотрели, то есть без рассмотрения судебного заседания по существу. Абсолютно сотрудничая со следствием, давал правдивые показания, без изменения, полностью признал вину, раскаялся. И мы рассчитываем на снисхождение суда через 64-ю на условное осуждение. Михаил Николаевич получил извинительное заключение 22 декабря, то есть не прошло 7 суток сегодня на момент рассмотрения дела. Поэтому я считаю, что невозможно рассматривать, дабы не нарушить его права, предусмотренные законодательством. Поэтому просила бы действительно дело с ужином отложить. Но что касается меры пресечения, которая была избрана ему ранее, я полагаю, в данном случае, те основания, которые были учтены судом при избрании в отношении его меры пресечения, в виде заключения по стражу не отпали, я просила бы оставить ее прежней и прогреть, то есть до окончания принятия решения по уголовному делу по существу по рассмотрению. По мере пресечения, Ваша честь, хотел бы сказать, что я адекватный человек, все понимают, уже гражданские, все вещественные гадачиства собраны. Хотелось бы, чтобы Вы мне изменили меру пресечения на домашний арест. Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании не может быть начато ранее 7 суток со дня вручения обвиняемому копии обвинительного заключения. Подсудимому копию обвинительного заключения вручена 22 декабря 2016 года, следовательно, истечение этого срока приходится на 29 декабря 2016 года. Поскольку рассмотрение 28 декабря 2016 года уголовного дела в отношении Фомина с нарушением установленных уголовно-процессуальным законов сроков, ограничивая право подсудимого на защиту, суд полагает необходимым рассмотрение настоящего дела отложить на 18 и 19 января 2017 года в 11 часов. Суд полагает необходимым продлить срок содержания Фомина под стражей на 6 месяцев со дня поступления дела в суд в целях охраны прав и законных интересов участников судопроизводства и надлежащего проведения судебного разбирательства в разумный срок. Основания для изменения меры пресечения на домашний арест суд не усматривает с учетом тяжести и характера предъявленного подсудимому обвинения и сведения его личности.